А вы давно держали в руках обычную шариковую ручку? Давно ли писали записки и письма, кропотливо вводя букву за буквой? Я думаю, что многие уже и позабыли, что такое ручное письмо. Сегодня даже врачи выписывают электронные рецепты и направления, а учителя заполняют электронные журналы. А так ли важно писать рукой и что мы утратили, позабыв о красивом почерке? Сегодня об этом, накануне международного праздника, дня ручного письма, мы поговорим в студии с медицинским психологом Аллой Лобановой. Здравствуйте. И с Ольгой Меремьяниной, заведующим кафедрой дополнительного и начального общего образования Алтайского института развития образования. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада видеть в нашей студии. День ручного письма, день почерка ежегодно отмечают 23 января. И, собственно, появился этот праздник для того, чтобы возродить искусство каллиграфического почерка. А стоит ли его возрождать? Быть может, утрачено и пусть? Хочется сказать о том, что праздник, день почерка, он имеет весьма опосредованное отношение к системе дошкольного образования. Но, тем не менее, хочется сказать, что на развитие речи, устной речи, в дошкольной организации отводится очень много времени и внимания педагогов. Почему? Потому что как только, с момента, как только ребенок начинает разговаривать, он начинает знакомиться с этим миром. Он запоминает слова, выражения, пересказывает тексты, овладевает литературным, грамотным, художественным языком. И потом человек, который умеет высказывать свои мысли вслух, я думаю, что будет грамотно писать. Каллиграфии как искусством овладения красивым почерком в детском саду педагоги не занимаются. Это не является одной из задач, которые ставит перед системой федеральный государственный образовательный стандарт, но пропедевтика, развитие, каллиграфии, формирование красивого почерка у ребенка в дошкольном возрасте начинается именно в детском саду. Этому способствуют игровые занятия в основном художественно-продуктивной направленности. То есть как только малыш впервые взял карандаш, взял ручку, фломастер, кисть, начал накладывать первые мазки, изображать первые линии, окружности, штриховать. Мы говорим о том, что ребенок овладевает именно основами каллиграфического почерка. Это влияет на развитие мелких мышц руки, это влияет на развитие его творчества и как следствие на красивый почерк. Алла, ну я вот поняла, что для ребенка очень важно ручное письмо, а для взрослого человека насколько необходимо регулярно писать, быть может, не знаю, высказать свои мысли. Вот с вашей стороны, как психолога, что скажете? Знаете, я считаю, что это очень важно. И если мы потеряем письмо, то на самом деле мы потеряем очень много моментов. Во-первых, ручное письмо – это хороший тренажер. И задействуются определенные участки мозга. И, кстати, было такое исследование ученых, людей, то есть заставляли читать печатные книги и письменную речь. При этом их садили в аппараты МРТ, также проверяли УЗИ аппаратами. И, значит, когда человек пытается распознать письменную речь, у него задействуется намного больше участков мозга. Дальше, если мы потеряем письменную речь, вернее, ручное письмо, то мы начнем хуже читать. Потому что у нас связаны как раз вот задействованные участки мозга, связанные они с рукой, за формирование речи. У нас есть такой центр, центр БРОКа называется, который ответственен за распознавание слов и букв. И вот как раз при письменной речи, когда мы пишем рукой, этот центр активизируется. Соответственно, если человек много пишет, то он будет лучше читать. Если он пишет мало, то, к сожалению, читать он будет хуже. Дальше, какие еще проблемы могут быть не только для детей, а еще и для взрослых? У детей, которые мало пишут, у них плохо развит глазомер. И вот, кстати, в Японии и в Китае раньше лучниками брали людей, которые занимались каллиграфией, то есть в основном старались их. Дальше. Люди начнут хуже распознавать письменный текст, потому что, соответственно, если ты сам не пишешь, то, естественно, то ты и распознавать будешь его намного хуже. Станут люди меньше внимания обращать на орфографию, на пунктуацию, потому что в гаджетах во всех есть как раз вот эта система распознавания. Вот эту тему мы чуть позже с вами еще обсудим. Этот вопрос распознавания ошибок. И, вы знаете, письменная речь, вот это ручное письмо, оно развивает абстрактное мышление. Поэтому люди, которые пишут, во-первых, они лучше формулируют свои мысли. Когда ты еще даже не коснулся ручкой бумаги, ты уже понимаешь, о чем ты будешь писать или говорить. И также это развивает, естественно, воображение. Поэтому это тоже важно. И вообще, вот тоже были такие исследования. То есть взяли группу студентов, которые записывали, ну, так скажем, на ноутбуках лекции и которые записывали от руки. И потом проверили, кто из них лучше запоминает материал. Лучше запоминали материал те студенты, которые записывали от руки. Поэтому, значит, это влияет и на запоминание тоже. Поэтому, если мы откажемся от письменной речи, мы, в общем-то, откажемся от большого пласта какой-то умственной деятельности. Вот, вы знаете, лично я очень мало пишу ручкой. У нас компьютер, клавиатура. И, в общем-то, весь рабочий день так и проходит, только если подпись поставить где-то необходимо. И если вдруг мне приходится заполнять какие-то бумаги ручкой, для меня это огромный стресс. Ну, уж не скажу, что стресс, но рука устает, да. В принципе, в принципе, устаешь писать. И вот как-то можно вот этот процесс наладить? Потому что я знаю, что в психологии вот как раз ручное письмо, наоборот, даже может успокаивать каким-то образом. Вы знаете, вот я, в отличие от вас, пишу очень много. Потому что у нас еще как раз это все не ушло. И карточки, я пишу прям по 40 карточек в день. Поэтому для меня это норма. И в психологии мы действительно, у нас даже есть некоторые техники, которые связаны с ручным письмом. Для чего это нужно? То есть, когда ты пишешь рукой, то задействованы нейронные пути, которые проходят около участков, которые ответственны за эмоции. Около участков или через них. И поэтому человек, в общем-то, связан, у него связана эмоциональная сфера как раз с ручным письмом. Поэтому мы даем часто такие задания. У нас есть много техник, то есть прописать свои эмоции. Ну, вот Алла уже говорила, что сейчас в современном мире люди пользуются всевозможными гаджетами. Пишем. Мы в основном автозамена слов существует. Зачем нам думать о правописании в данном случае? Не отражается ли это на грамотности современного поколения? Ведь сообщение мы пишем голосовые. А если не голосовые, то нам предлагают у нас выбор, какое слово написать и дальше нажал, и все. Мне кажется, здесь очень хорошее ключевое слово выбор. Я так полагаю, что наш разговор, он более даже глубинный, чем обозначен в теме. Это как раз проблема, не заменят ли гаджеты, вполне не подавят ли собой своим фактом существования письменную речь. Я считаю, что у человека всегда есть право выбора. Не все считают, что электронные носители – это панацея, в том числе для общения, что очень важно. Поэтому есть разные случаи, разные ситуации, которые говорят о том, что не утерян интерес к написанию текста. Мне хотелось бы привести пример. Есть у меня знакомая 9-летняя девочка, которая вернулась из спортивного лагеря и привезла адреса своих друзей. И только дома поняла, что не все адреса… Адреса почтовые. Адреса почтовые, да. Электронные. Да, что отсутствовали телефоны. И она расплакалась. Мама приходит в комнату, она плачет, говорит, я потеряла друзей, я никогда их не встречу, для меня это так важно. И когда ей мама предложила написать письмо, возникло очень много вопросов у 9-летнего ребенка. А таких вопросов, ну, еще 10 лет назад, их просто не возникало. Этот процесс был доведен до автоматизма. Они пошли на почту, купили конверт, подписали. И у нее все время были сомнения, как так, это дойдет, это придет, и они это увидят, и они это прочитают. И когда ей пришло 3 письма, для нее это было ценностью. Стирают сообщения в телефоне, стирают фотографии. Но вот эти 3 письма, которые она получила от друзей, они у нее лежат в шкатулке, и это для нее ценность. Наверное, это иллюстрирует тот факт, что наши дети малосоциализированы. Они социализированы вот в той ситуации, в которой они живут здесь и теперь. И мы, взрослые, недооцениваем свою роль как информаторов традиционно сложившегося исторического опыта. Поэтому все, о чем дети не знают, им надо рассказывать. Не упрекать за то, что они используют только гаджеты, а рассказывать о разных средствах коммуникации. И роль взрослого – показать ребенку это разнообразие. А роль ребенка – оценить это разнообразие и выбрать то, что приемлемо для него. Здесь и сейчас то, что ему интересно. Все же мне кажется, что одни учителя вот с этим вопросом не справятся. Дома должна быть проводиться определенная работа. Да как ее проводить, если мамки с утра до вечера в телефоне? Если не у плиты, то в телефоне в том числе. Это надо работать в первую очередь не с детьми, а с родителями. У нас существует даже такая шутка, что есть родители, а есть мамы-инстаграмщицы. Есть такая категория людей, которые в самом деле свою жизнь посвящают переписке. После того, как я сама прожила вот эту ситуацию с письмом, в дошкольной образовательной организации, где научный руководитель, мы провели день письма, когда родители принесли заполненные конверты, а дети нарисовали рисунки и послали эти рисунки друг к другу. И вы правы в том, что не только дети получили эмоциональный заряд положительный. Эта работа настолько заинтересовала родителей, они говорили, а как приятно, заглядываешь в почтовый ящик, а там письмо. И как отклики, как вот такая, знаете, обратная связь, это открытки, которые они на очередной праздник посылали своим родственникам. Были такие прецеденты, когда они говорили, знаете, вот вспомнил день письма, и думаю, давно я там тетушке своей открытку не посылал. Так что, мне кажется, опасения обоснованные, но напрасные. Четыре пушкинских строки, написанные от руки, мне кажется, это будет всегда ценностью для человека. А у меня вот велики сомнения в этом вопросе. Мне кажется, что все же современные технологии одеяло на себя перетащат. Как вы думаете? Знаете, Лена, мне кажется, что, конечно, за это ответственны мы все. И мы все должны постараться в этом плане. То есть, конечно, утрачиваются ценности какие-то, да, которые мы приобрели когда-то. Но, может быть, нужно проводить профилактическую работу с родителями, да, рассказывать им вот эти нюансы, о которых действительно многие забывают. То, что действительно сейчас часто дети недополучают того внимания, да, от мам, которые, от пап, которые сидят в интернетах, в гаджетах. А действительно рассказать детям о том, что можно написать письмо, красивую открытку отправить, да, поздравить бабушку и так далее. Это очень важно. Но зачастую вот этот опыт у нас перестал переноситься вот от поколения в поколение. Ну, вы как-то это ощущаете? Потому что я общалась со специалистами, которые говорят, что сегодняшнее поколение совершенно особенное. Поколение, у которого жизнь на расстоянии вытянутой руки. Вот так они даже говорят. Которые не видят ничего вокруг. Они не умеют думать, не умеют фантазировать вот мыслями такими. Лен, ну я не соглашусь, потому что, наверное, вы знаете, в любом поколении есть и такие люди, и такие люди, да. Ну, например, я сужу по своим детям, по друзьям моих детей. То есть у них очень хорошо развито воображение. Они у меня любят читать бумажные носители, они электронные. Они у меня пишут рукой, очень много пишут. Поэтому вот всегда, так скажем, поколению до, всегда не нравится поколение после, да. И оно все время находит какие-то минусы. Вот в наше время. Вот в наше время это было, ох, как хорошо, а сейчас, ох, как плохо. Вот. Ну, на самом деле, сейчас тоже есть очень развитые дети и с богатым воображением, и которые пишут стихи, и очень интересно с ними общаться. Точно так же, как было и когда-то давно. Ну, так или иначе, если праздник существует, и существует он уже с 1977 года, значит, ему быть в календаре? И, значит, будем обращать внимание на ручной почерк, на ручное письмо? Конечно, что очень важно. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо.